не падай духом где попало еще ведь не хватало этого мало чтоб жизнь свою дорогу поменяла и если уж тебя почти совсем не стало быть может это лишь начало чтобы она не означало попроб вспомнить то что раньше вот так выглядит брич мостик капитанская рубка там все наверху происходит там сидит капитан время от времени его команда и оттуда контролирует то как будет идти корабль находится небольшое джакузи для экипажа я сейчас нахожусь на пятой палубе это специальная открытая палуба для здесь вы видите сейчас колышется наш красный флаг а также есть открытая палуба для крюк который находится на четвертой палубе эти желтые места это запрещенная зона когда работает радар то находясь там можно получить облучение радиационное запасной якорь лежит наше судно только что снялась якоря поэтому вот эти разводы которые вы видите земляные это последствия этого действия это очень трудно рассмотреть но где-то вот здесь находится маленький это маленький корабль который доставляет пассажиров и крюк на сушу потому что в этом месте нет возможности сойти на берег с помощью длина и их доставлять с помощью маленьких ботиков и так как похода сегодня чертовски неприятная очень сильный ветер поэтому никто не может долгом покинуть судно и буквально минут 15 назад прозвучал анонсмент извините плохие погодные условия your safety is our highest priority вот что они обычно говорят что наша безопасность я имею ввиду наша с вами это их самый большой самый высокий приоритет поэтому никто не может выбраться поэтому так мы сидим на судне это мой последний порт в этом контракте который зовется Акароа напоминаю Новая Зеландия после этого мы прибываем в Сидней а в Сидней я покидаю мой хороший корабль для того чтобы вернуться на него снова через один месяц для нас для экипажа все лестницы и все остальное выглядит не так как для пассажиров это не красивые облаченные в деревянные панели и стены это пожалуй такое металлическое бело-синее окружение и сейчас мы направляемся на третью палубу палуба которая приспособлена специально для наших пассажиров мы идем сюда потому что пассажир точнее экипажная зона куда мы имеем свободный доступ находиться на пятой деке и именно на носу судна и мы не можем видеть ничего что находится кругом но интересно ведь поэтому вышли на третью я вам сейчас операцию покажу как она выглядит вот это находятся спасательные плоты то есть если нам придется спасать наши жизни то мы будем пользоваться вот такими штуками как вы видите два человека бросают эту колбу в воду и она превращается в плотик обязательным образом здесь находятся дополнительные спасательные жилеты для детей для людей и вы можете не поверить но существует даже спасательные жилеты для собак на моем прошлом судне я показывал подобную табличку которая говорит что три круга вокруг вот этой палубе это равняется одной миле два круга равняется одному километру а вот на палубе находится одно из самых главных спасательных снаряжений назовем его так это спасательная лодка у нас есть также спасательные челны который вот один из них находится надо мной это огромные такие кораблики которые грузят если не ошибаюсь более 60 пассажиров в каждый их находится много на каждой стороне судна но почему так важно именно это потому что оно мобильное быстрое и именно его используют для того чтобы вытаскивать пассажиров из воды которые допустим нуждаются в помощи ну что на борту этого пусть и надежного но слегка такое бесповоротного судна это сделать очень трудно поэтому эти маленькие оранжевые спасательные лодочки со спасательным экипажем на борту заботятся именно о том чтобы все могли попасть вот эти большие махины в целости и безопасности но при идеальном скажем так раскладе я аварийной ситуации их использовать не придется потому что все должны заблаговременно сесть на эти маленькие кораблики а вот здесь обычно пассажиры загорают в солнечное время читают книжечки попивают коктейли и наслаждаются времяпровождением время от времени на палубе есть такие таблички на которой написано крю он ли я не знаю видно ли вам в общем это для другого крю здесь есть вход но так как правило создана для того чтобы их нарушать а вот почему это закрыто здесь находится вот эти книги которыми опускали эти маленькие тендеры может быть видите где-то вот здесь такая длинная длинная палуба вам не видно всю ее длину из-за спасательных сооружений но на некоторых кораблях можно рассмотреть что вам понадобится как минимум две минуты для того чтобы пройти из одного конца в другой но вид ребята потрясающий так жалко что нет возможности туда попасть хоть как бы мы должны быть там самое интересное вы увидите как вот эти облака они просто лежат на верхушках гор и не двигаются как крем на капучино пеночка вот так выглядит тендер кораблик и он направляется куда-то далеко еще один вид который я хотел вам показать это собственно зад самого корабля выглядит он подобным образом то есть когда вы поворачиваете за угол то перед вами открывается вот такой выпуклый зад не на всех кораблях он выглядит одинаково примеру здесь есть возможность даже немножко переклониться за рельсу как я люблю делать и посмотреть к сожалению мы сейчас стоим на месте не двигаемся но когда находишься здесь на ходу корабля то видно водный путь который знаете как допустим если земля сделана с помощью какой-нибудь грин машин машины или еще чего-нибудь то видно как она рыхлая вот собственно длинный длинные рыхлый водяной путь остается и после корабля в течение может быть 10 минут а еще одно зрелище которое стоит увидеть это просто красивейшие пейзажи и новой зеландии и еще ведь не хватало этого мало чтоб жизнь свою дорогу поменяла и если уж тебя почти совсем не стало быть может это лишь начало чтобы и она не означало попробуй вспомнить то что раньше выручала когда души было мало но все же что-то помогало глубоко вдохни немного не мало жизнь порой любого шатала а позже отпускала было и то когда любезно щекотала иногда выдает такого что возможно от себя не ожидала крутила металла кусала попускала позже возвышала никогда не забывала гнутый пряник ну ты пряник не нужна паника от причала до причала по немного жизни пробегала если же твое сердце еще встречать не перестала попробуй все начать сначала как крем на капучино пеночка почему как он 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 и он